Мотор, камера началась. Ребята, всем привет! Привет! Сегодня 13 число, 13 января, и в Китае сегодня праздник. Сегодня праздник, как? Лаба. Лаба называется. Он проходит 5 декабря по лунному китайскому календарю. В этот день принято кушать кашу. Во всех храмах бесплатная каша. То есть там смесь риса, злаков, орехи и так далее. То есть можно прийти в храм и бесплатно попробовать кашу эту. Сегодня, в общем, поснимаем этот весь кипиш. У нас прям шумно на улице. Спустился хозяин дома и пригласил нас на обед. Приходите, будет обед и так далее. Мы, к сожалению, не смогли. Мы делали уроки, у нас подготовка к тестам. Обе даже, обе будут писать в понедельник тесты. Привет, девочки. Привет. Ты готова к тестам? Да. Ты? Да. Какие тесты у тебя будут? По английскому, по математике. Мы пойдем на мероприятия в 6 часов. Но они, вы знаете, целый день по-разному. Сейчас, в общем, выйдем на улицу, поснимаем. Там что-то происходит. Стоят столы, что-то кушают, закусывают. И везде прям по кругу стоят, ну, такие локации, да, какие-то мероприятия. Проходят, в общем, кушают, что-то делают. Вся деревня гуляет. Вся деревня гуляет. Да, мне, кстати, понравилось. На этот, как, Лобан хотел сказать. Хозяин дома. Он пошел, пообедал. Буквально через полчаса он, смотрю, вернулся. Включил караоке. И, у-ля-ля, там что-то опять запел, короче. Вот еще какая новость. Сегодня придет к нам Виктор. Давно не видели Виктора у нас на канале. Обязательно с ним поснимаем. Я его пригласил, чтобы он маленечко был... Ну, переводил, в общем, все процессы. Ну, и нам комфортнее вообще, в принципе, находиться с переводчиком. Кстати, спрашивали про Виктора. Виктор работает. Он по командировкам. У него прям работа. Он ездит на заводы, отгружает там насосы и так далее. В общем, Виктора мы практически не видим из-за его работы. А сейчас мы поедем... Покупать подарок. Подарки, да. Потому что, чтобы не прийти с пустыми руками, мы пойдем что-нибудь купим сейчас. Ну, и вообще на китайские праздники обычно дарят конфеты, фрукты. Дарят молоко коробками, орехи, грибы. То есть дарят какие-то такие вещи, которые для нас, ну, не так привычны. Алкоголь, кстати, дарят тоже так же, как у нас. Но в России я ни разу не видела, чтобы дарили молоко, орехи, грибы, вот такое. Купили коробку конфет, вчера ходили в магазин. Сейчас покажу. Такие вот конфеты с миндалем. Будем дарить. И еще что-нибудь возьмем, да? Про пылесос прям вот рекомендую. Вот у нас были гости. Ну, дети, сами понимаете, да? Пыль скопилась, прям грязюще. Он где-то час будет убираться, мы делаем свои дела, он убирается. Отлично. Кстати, у нас еще елка. Ну, старый Новый год. Приезжала к нам вчера Лена с детьми, и мы прям в захлеб играли монополию. Нам, кстати, подарила баба Люда. Вот, я ей подсказал, она думала, как же угодить ребенку, что же взять. Помадки. Что-то ходила, выбирала. Куколки. Куколки хотела. А бюджет, понимаете, ну, ограничен на самом деле. А я говорю, вот, игра, говорю, посмотри, говорю, игра. Купила, и дети в захлеб играет. Прям до последнего. Рекомендуем, да. У кого есть дети примерно 8-10 лет, то рекомендуем. До 8, наверное, не так уж интересно. Короче, она у нас сейчас лежит. Мы сейчас, наверное, сходим в подарочки купим. И до 6 часов, наверное, еще поиграем, да? Погнали быстрее. Ням. О, бабушки-гости, ты видела? Да. Отмечают тоже. Сели мы на свой байк. Смотрите, ребята, вот здесь у нас такой дворик, дворик есть, да? Здесь, смотрите, столы поставили. На теннисном столе расположились мандаринки, арахис. Твоё, депиляция. Ниточная депиляция происходит. Я первый раз это вживую видел. Вау. Все, ребята, понимаете, китайцы уже готовятся к китайскому новому году. И у нас символ этого года хрюшка. Вот такая красная. Прикольно. Это что у нас? Это у нас красный конверт. Обязательно на Новый год красные конверты. В них вкладываются денежки и дарятся. Это украшения. Всякие весюльки-весюльки, фонарики всякие декоративные. Что еще есть? Вот рыбки, смотри, красивые. А, рыбка. И вот такие мне еще штуки нравятся. Да, 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 да. Все к счастью, все к богатству. Вот так вот, да, вот как-то не смотрится, да, один, да, вот так? Ну, как бы фонарь, да фонарь. А вот так вот вверх поднимаешь просто голову, посмотрите сразу же, как красиво смотрится. Да, если у нас там одну гирлянду повешаешь, это некрасиво будет. А когда все со стилем, со вкусом украсишь, это будет смотреться шикарно, да? Печенье, орешки, вино, там еще какие-то печеньки. И разные-разные-разные наборы. За 388, за 328. И везде есть алкоголь и печенье, снеки всякие. За 2,288, там потому что я вижу коньяк дорогой. Так вот, ребята, хотелось сказать о таком наблюдении. То, что обычный Новый год, он в Китае не чувствуется. Китайский Новый год, это вот для них очень важный праздник. И сейчас ходим по супермаркету, и вот сейчас как раз чувствуется это, понимаете? То есть люди что-то ходят, что-то покупают. То есть какой-то дух праздника присутствует сейчас. Смотрите, ребята, даже вот такие снеки можно приобрести. Здесь колбаска у нас сушеная какая-то, вяленая, наверное, да? И вот это мне нравится справа, это колбаса вокруг, а в центре желток. За 59,80. Смотришь, наверное. Вот про то, что я говорила. Грибочки, кальмарчики, все в красной упаковочке, красивое. Да-да-да, вот такие штуки ребят тоже дарят. Смотрите, грибочки сушеные. Это кальмар сушеный, кстати, очень вкусный кальмар. 239. Ну, по сути, обычные грибочки, да? Но они вот именно в такой праздничной упаковке, и это все дело дарится на самом деле. Это, наверное, все-таки снеки к Новому году. Мне кажется, это не связано с сегодняшним днем. Я вообще даже не знаю, положено это дарить или нет. Мы просто зашли в магазин, и сейчас что-нибудь, в общем, выберем. Корзину, да, наверное, возьмем, да, Кать? Как-то корзина вот мне больше всего понравилась, она такая прям вот хорошая. Так как мы через неделю, ребята, улетаем, а мы летим куда? На Бали, ребята, и летим. Так что подписывайтесь, если это еще не сделали. Впереди про Бали будет видео, очень много интересного. И вот, в общем, мы перед отлетом подарим им корзину со снеками, с вином. И это будет такой подарок и к Новому году. Китайский Новый год мы здесь не будем. Так, смотрим, здесь у нас, ребята, фисташки. Фисташки у нас обязательно покупаются вот так вот вручную. Я предлагаю это, взять совочек с совочком, потому что выбирать это на самом деле очень хлопотно. Да, что-то увидишь такое некрасивое, выбирай. Кстати, недорого, всего за 49,90. Они, смотрите, выбирают прям вот прям поштучно. Блин, я мое. Прям сложно. Почти полкило 46,70. Все праздничное. Коробка молока тоже праздничная, потому что на нем бантик на скотч приклеен. Вот так вот берешь, приходишь, дарю. Все, решено, берем корзину. В общем, Катя набирает мандарин домой. Смотри, какие красавчики, да? Пошел в лучшем дома. 5,50 за полкило. Все, мы дома. Поехали. Девочки, кушать. Раз, два, три. Поснимать, говорит. Надо это наверху поснимать и внизу. Хорошо. Выдвигаемся. Так, ребята, беру с собой сигареты. Слава не курит, но будет угощать всех сигаретками. Да, по одной надо давать. Привет! Идем на улицу. Нас позвали. Ужинаем. Вышли из дома нас, в общем, пригласили куда-то сюда внутрь. А, здесь же храм же у них есть, слышишь? Да. Небольшой храмчик есть. Слушай, весной пахнет уже, да? Слава, слышишь? Весной, весной пахнет. Да рано еще весной. Нет, там нет. В общем, смотрите, там какое-то мероприятие проходит. Памятное место. Памятное место или как? Память предков. Сейчас, садитесь, садитесь. Под открытым небом, смотрите, навес специально сделали. О, водка. Водка мне китайскую предлагает. Музыка играет. Все кушают. Рис накладывает. Да. Место готовки. А, вот здесь, смотрите, все готовилось, похоже. Ну, хочу сказать, что грязновато. Ну, потому что здесь все на огне готовится, поэтому черновато. Пахнет дымком. Виктор, ты понимаешь, что они говорят, нет? Я тоже не понимаю. Они все говорят на кантонском диалекте. И, короче... Это диалекты? Да, в общем, другой диалект. Здесь я процелил. О, я ее помню. Короче, на столе что? Вот это что такое? Это чай. Чай. Кола. Рыба. Куретки. Мясо. Мясо. Вот две большие тарелки. Яро, она сказала. Это баранина. Да? Да? Да. 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 Он мне еще одну налью рюмку, потому что в Китае принято все по два, да? Один не принято и обычный такой, да, я так понимаю, да? Да. В общем, он налью одну рюмку, не чокнуто, а просто ушел. Да. Что, надо пить, да? Да. Да. Спасибо, Виктор, за праздник. Праздник называется ЛАБА. Я не люблю китайскую водку. У нее такой припуск какой-то, такой рисовый какой-то вкус какой-то в конце такой. Она говорит, подожди, говорит, сейчас вот это кушай, а вот это потом сюда положим, говорит, горячее будет. Да. Я очень попробовал, это баранина очень вкусная, но холодная. Она сказала, короче, кушать пока что-то горячее, потом подогреем на печке. Фотография на память с хозяином торжества. Да. Вот эта женщина учила девочек, как чистить креветки. Давайте. Кто что понял? Одной рукой за голову держишь. Вот так чистить. Лотерея. Лотерейский номер. Да, да, билет, билет. В общем, смотрите, ребята, она раздает всем билеты. Сейчас будет лотерея, там есть ящичек с номером. Вот, смотрите, наш номер 185. У каждого такой билетик. Сейчас будет, в общем, вытаскивать. Вон они там микрофончик, они там говорят. Приз какой будет? Не знаю, посмотрим. Отрывной билет мы отдаем, она пойдет, унесет. Хочу сказать, рыба очень вкусная. Я уже попробовал. Вот так она, в общем, берется, отрывается. Где косточка, я понять не могу. Рыба очень вкусная. Получается, это одно блюдо, да? Это второе блюдо, да. Это мясное блюдо, это рыбное блюдо. И мясное блюдо греется в рыбном блюде. Вот, ребята, сейчас начнется лотерея. Мам, мы не понимаем, какие они цифры говорят. Они потому что по какому говорят-то? По-кантонски. По-кантонски говорят. Я не знаю. Я не знаю. Виктор переводит, пойдем к нему. Я не знаю. Ты тоже не знаешь? Ну, и вообще там... Смотрите, какое везение. Девушка с нашего стола выиграла. Красный конверт. Поздравляем. Не-не-не, пускай угощает. Я, короче, ему дал пачку сигарет. Пускай он всех курящих угостит русскими сигаретами. Ну, отлично. Мне удобно открытие перед хозяином. А, дома. Дома можно открыть. Понял. Я не знаю. Я не знаю. Но мы не знали. Спасибо, что научила нас. Подходит к каждому столу и щекается. Зал пустеет. Столы он уже пустеет. Те, кто выпивает, они так подольше сидят, смотрю. Сигареты пошли в ход. Смотрите, смотрите. Пробуют, пробуют, смотрите. Непонятно, понравилось или не понравилось. Идем посмотрим. Какая-то игра происходит у них. Слушай, прикольно, так складно получается. Вот, сейчас еще будет. Давай. Сэрпийка. Понятно, что это было много. Поселение. Сэрпийский! Анатый! 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 Голла, голла! Голла, голла, голла. Голла, голла, голла! Весело-весело. Сейчас будет дальше интереснее, да? Да. Дай, дай, дай! Знаешь, что в просе, Витя? За чей счет банкет? Это банкет. Хозяин, проставляете? Ну, вернее не хозяин, а фабрика, именно на которой он работает, устроил этот праздник. Это что? Вот так вот. Витя сказал, что рыбу подают на праздник, потому что иероглиф «Ю» произношение как... Другой иероглиф тоже «Ю» это остатки денег. Остатки денег, чтобы всегда оставались деньги. Много там молодых людей, если выехать спрашивать, они вообще не знают, это праздничка. Но он не помнит традиции, какие праздники, да? Да. Они отмечают. Вот. И поэтому он говорит, вот на юге, прямо здесь настолько это все ярко проходит, все чтят вот именно вот эти традиции, праздники, шумно отмечают всей улицей, всем двором, всеми... Всей семьей, семьей, родней. Родней, да. Вот это, говорит, ярко здесь все происходит. А что наши кошеньки делают, я понятия могу? Кошеньки купили жвачечку. А где вы деньги взяли на жвачку, а? У нас же конвертики нам дали. Красный конверт дали, что ли? Сколько там было в одном конверте? Это 10-10. Это секрет, папа. Секрет нельзя говорить? Да, нельзя говорить. А, надо уносить семью, и там только открывай, да, получается? Да. Ну ладно, понятно. Какое мероприятие понравилось? Да. Интересно, шумно? Да. Да, шумно. Вот это, что за место вот это? Что написано? Как называется? Это деревня Шито. Фамилия Чен. Это их... Их фамильное место. Фамилия место храма или как называется? Семейное место, не знаю. Красные штуки. Что это? И под ними цифрами какие? Кто подарил деньги за это место? А, то есть фамилия, допустим, там такая-то, а они, допустим, 300 юаней, допустим, да? Ну, кто подарил. Кто-то 1000, да, смотри. Если мы принесем денежку, а кому денежку давать? Непонятно, да? Если человек, конечно. Он нашу фамилию вот так вот наклеит и сумму, да? Да. Душка была на мероприятии. Скажи, мы придем к нему, у нас к нему есть... Небольшой презент, когда он будет дома. Вот. Да, 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 да. На Китайский Новый год, потому что через неделю мы уезжаем. Теплые края. Да, да, да. Вот. И еще хочу сказать спасибо за мероприятие. Очень было приятно побывать на этом мероприятии. Спасибо ему очень все понравилось. Было очень все вкусно. Давай, переводим. Давай, переводим. Все, все, все. Все, все. Идем домой. Виктор у нас с гостинцами пришел, и мы будем продолжать отмечать праздник, наверное, да? Праздник, то что Виктор у нас в гостях, да? Ягодку нам принес. А понюхай, как пахнет. Ах, боже, да? Честное. Нет, я только развернула упаковку, такой запах вообще. Виктор, жену нашел, нет? Все спрашивают. Жену нашел, нашел, нет? Все спрашивают, интересуются, жена есть, нет пока. Ума, 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 нету. Давай, плачь, Леви, давай. Сэй, 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 сэй. Все, увидимся в новом году, скажи. Сэй, сэй, сэй. Подытожим. Я думаю, что праздник понравился. Мне понравился, было очень шумно, очень многое, что мы для себя подчеркнули. Посмотрели вообще, в каких традициях, в каких масштабах это все происходит. Мы были приглашены именно на все мероприятия. Было очень приятно, потому что там были только приглашены родственники, одноклассники, близкие друзья и так далее. Мы были тоже гостями. Было бы, кстати, интересно почаще присутствовать на таких мероприятиях, но не именно на данном празднике, да. Их же много в Китае, праздники, да. Узнаем культуру. Да, чтобы познать именно культуру. Узнаем события. Это интересно очень. Ну ладно, ребята, давайте увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!